Мои дорогие, привет! Вот вы не поверите, сейчас еще расскажу. А, нет, хотя в принципе поверите. До последнего докопалась дома, и время опять обед на почте. Сейчас мне нужно, так как я уже собранная, нужно погулять где-то этот обед. Мне осталось минут 20, решила совместить приятное с полезным, пойти в лес. Иначе если дома сяду, опять сяду и опять не выйти. Дома как болото засасывает. И причем, вот смотрю сейчас, ревизия в лесу. Мусора очень много. Можно в принципе выйти на субботник. Давно не была в лесу. Очень давно не была в лесу. 9 месяцев не была в лесу. Блин, мусора реально много. Ну видно, что кто-то зачистил. Видно. Наслажусь местом моей силы, моего такого вот релакса. Ну конечно, вы знаете, да, о том, что лес у меня и море, это прям вот мое любимое-любимое. Не хотелось бы акцентировать, конечно, на недостатках. Но я вижу мусор. Вот какие-то мелкие такие бумажки. Видно, что собирали люди. Видно. Не может быть, когда снег сошел, вот так вот чисто. Видно, что люди были, работали, чистили, видно. Это видно и вот по этой. Вот там бутылка лежит. То есть мусор такой, отдельно лежащий, может быть, вновь набросанный. Да, надо сходить, почистить. Завтра не смогу, но послезавтра схожу. Утром вместо прогулочки, вместо разминочки схожу в лес. Вот эти какие-то высокие. Вы знаете, какой аромат? Как пахнет лесом. Боже мой, почему камера не передает запахи? Вы бы знали, как пахнет лесом. Очень здорово. Я вроде бы включила стабилизацию, поэтому видео должно быть плавным, таким красивым. Здесь стакашек красного-белого. Но в принципе, видно, что в лесу субботник делали. Видно, видно, видно. Это вот места, по которым очень часто ходят горожане. И за зимний период здесь очень много мусора, очень много ссора. Видно, что люди чистили. Получается, они без меня могут все прибирать. Вот здесь, по этой канавке, видно, что чистили. Да. Россия может без каждого из нас. А мы без России не можем. Вы понимаете? Мы без России не можем. Как бы это смешно не звучало, но все, кто уехали, вот эти вот звезды, так скажем, звезды. Ну, конечно, это никакие не звезды, потому что звезды это люди науки, это люди какого-то, это не искусство. Ну, причем, искусство, знаете, это точно не шоу-бизнес. Да и вообще, к звездам людей относить не стоит. Все, кто уехал, уже просятся обратно, уже пожалели тысячу раз, что предали свою родину, предали свою страну, тысячу раз уже пожалели. уже там свои посты строчат во всяких социальных сетях. Ну, я сейчас говорю, конечно же, про этот дырявый инстаграм. Ой, там все уже. Без России это вам всем плохо. А Россия без вас выживет. Потому что Россия это достойные люди. Это люди, которые любят свою родину. Вы посмотрите, как показательно было 9 мая наши русские люди, проживающие за рубежом, как они шли к памятникам воинов-освободителей, как они несли цветы, причем, сами понимаете, рисковали в данной ситуации. Лавочка места отдыха. Вот пластиковая бутылка валяется. Вот. Ну, в принципе, не так все запущено. Не так все запущено. Мой дом, вот, вот детский сад, вот мой дом, его видно в пролезок. У меня есть 20 минут прогуляться. А я, кстати, зашла в фикс прайс, купила щипчики для бровей. Нужно пощипать брови, потому что все заросло. Вот это вот моя родная форма. Волосы буду красить. Может быть, сегодня не успею. Успею, как будто бы на работу хожу. Такая я выдумщица, такая придумщица. Птицы поют. Никого в лесу, никого. какая красота. Какая роскошь жить рядом с лесом. Какая роскошь. Как бы я хотела квартиру в новостройке на Ленинском. Исключительно на Ленинском. Как бы я хотела. Допустим, я бы продала эту и купила бы взамен в этом же районе. Но у нас новостроек вообще нет. У нас строительство в городе только в микрорайоне Южный. Ну, насколько мне это известно. Возможно, что-то поменялось. О, целая свалка мусора. Какие же люди, Это вот высыпали, что ли, мусорный пакет. я говорю, я не хотела бы акцентировать на каких-то минусах. Блин, если они есть. Как хорошо, что плюсы гораздо перекрывают. Плюсов гораздо больше, и они перекрывают минусы. Есть, есть. Можно взять большой пакет и сходить в лес на уборку. Займусь этим в ближайшие дни. Потому что лесу, блин, вы бы знали, как дышится. Нужно сказать спасибо за его красоту. Ну, по лесу ходят, гуляют одни и те же люди, я прям уверена. Вот почему бы, да, не взять перчатку на руку надеть и пакет. Вот здесь вот собрать мусор, и вот при выезде там стоят контейнеры и туда положить. Почему бы каждому так не сделать? Эти вот пластиковые бутылки, которые раньше служили кормушками. Видимо, для птиц. Да, 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 очевидно. Но она не для березового сока, это точно. А птицы поют как. Слушайте, ну давайте, кайфаните. Кайфаните со мной вместе. Такая прогулочка неспешная. А ты что, от новогоднего подарка? Я вообще просто херею над людьми. Как так можно взять и выбросить? Вот, не знаю, мне рука не поднимется, даже спичку, ну спичку могу бросить. Спичку могу, естественно, не зажженную. Могу выбросить огрызок, банановую кожуру могу выбросить, ну органический мусор. Бумажку, вот знаете, вот такое вот, целлофан, стекло, никогда в жизни, пластик, никогда в жизни не выброшу. Ну как люди могут быть такие неблагодарные, такие вот, прям такие твари? Зачем сорить, а? Зачем? Гульки даже в лесу. Как дышится. Вот, я просто уверена на сто процентов, что каждая прогулка в лесу прибавляет один год в жизни. Просто уверена. Здесь так раскрываются легкие. Здесь прям необходимое есть все, так как вчера ночью у нас шел дождь и влажность от земли. Такой свежий воздух. Если честно, так вот вздыхаю, я чувствую свои духи и это вот лучше бы я не пользовалась. Ну я просто, видите, я не собиралась в лес, я собиралась на почту, поэтому облилась духами. А еще, видите, щеки давила. березка упала. Срубили же, посмотрите, ровный срез. А, пытаются разрубить. А, она упала изначально. Упала изначально и, наверное, мешала проходу. Интересно, клещи уже есть или нет? Если бы я пошла в лес, я бы не стала пользоваться парфюмом, это точно. И уж тем более тратить свои любимые духи. Вот я сейчас облилась просто. Ну, четыре пшика, это получается облилась. Шанель, 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 ХЗ, как это правильно называется. Как, кстати, называется правильно этот бренд? Бренд. А, никакой это уже не бренд. Это уже так. У нас, наверное, не продают больше. Ну, и не надо. Не надо. Обойдемся без этого хлама. Будем деньги тратить действительно на стоящие вещи. Действительно. Потому что, по большому счету, это все понты. Это все реально понты. Это все не стоит тех денег, которые за это платятся. не стоят. Можно найти более выгодную по цене косметику, парфюмерию и не переплачивать баснословные деньги за бренды. За выдуманное люксовское качество. Оно таковым даже не является. Я специально подняла немного рук и показываю верхушки деревьев. Как красиво небо. Как красиво. Просто роскошно. Блин, наслаждаясь. Я уверена, что вы прям тосковали за лесом. Да, да, да. Здесь практически нет мусора. Вот бутылка. вот бутылка. Это два алкаша, я так предполагаю. Смотрите, здесь бутылочка и здесь бутылочка. Они, наверное, сидели друг напротив дружки, вытянув ножки, облокотившись на сосны, сидели и болтали. Потом выпили по бутылочке и пошли. Ну, а как это можно расценить, если пиво одной марки лежит? Как это можно расценить по-другому? Тут знаете, тут даже истории не нужно придумывать. Так оно и есть, я уверена. Дышится полной грудью, прям релакс. Дышите, мои дорогие, дышите. А вообще еще лучше, если вы досмотрите это видео, я вас заражу вот этим вот прогулкой по лесу. Просто оденетесь и пойдете гулять в ближайший сквер, в ближайший парк. Если есть возможность, то в лес. Под ногами вот сухие ветки. Я в кроссовках иду, в розовых. Такие неудобные, бля. Ну, хотя, в принципе, нет. Нельзя сказать, что неудобные. Гораздо удобнее, чем те, которые я покупала в Турции. Гораздо удобнее. Даже не сравнить, в принципе. Не знаю, почему, но я как-то настроена скептически вообще всему к тому, что продается в Турции. Но в Турции самое привлекательное, что есть, это море. Все. Больше в Турции нечего делать. Море. Все. Вот это их конек, это их главный аргумент. Все. Море. Не было бы в море, не было бы у меня в Турции. Вы скажете, например, ну, море есть, например, и в России тоже, а у нас сейчас еще больше моря осталось, сейчас у нас еще и Мариуполь есть. Там у нас, кстати, в Мариуполе я была в детстве с мамой. С мамой, с Женькой, с моим другом, который сейчас умер, и с тетей Надей, с его мамой. Ну, у нас, посмотрите, какая стоимость на жилье. Просто посмотрите в курортной зоне нашу стоимость на недвижимость. А знаете, почему? Потому что Россия это дорогая страна и гражданство в России. Это прям лакомый кусочек, это вот вишенка на торте, которую хотят все получить. Но немногим это дано, немногим, а уж иностранцам и тем более. Потому что Россия в зависимости от Турции, от Эрдогана, ценит свои территории и не распродает их за бесценок. Не распродает. Тетушки идут на прогулку со скандинавскими палками, посмотрите. Здесь ребята идут. Она снимает, такие вот прячутся друг за друга. Ой, Господи, узнали меня. Узнали меня, узнали. А что у нас голод? Голубь, голубь садится на на кормушку. Ага, ага. Или ты запутался? Ну, что к чему-то на кормушку-то сел? Там нет ничего. Там нет ничего. И у меня ничего нет, чтобы вам посыпать. Голуби, они же такие, кисненькие прям. Серьезно, птички. Я даже не думала, что они... Это ладно зимой. Это ладно зимой, им нечего кушать, но голуби, вы же такие, вы же стервятники прям. А, кстати, знаете, очень жестокие птицы. Голуби, очень жестокие птицы, еще даже злее, чем вороны. Вот поинтересуйтесь этим вопросом, вы просто обалдеете. Просто обалдеете. О чем я говорила? О том, что Россия ценит свои земли просто так. Никому их не отдает и не отдаст. В том числе и гражданство Российской Федерации. Хер два вы просто получите. Да. Это точно. Это, знаете, на 200% так. Потому что мы, россияне, в Турцию ездим. Просто, знаете, элементарный пример. Мы, россияне, в Турцию ездим без визы, без всего. А туркам, чтобы поехать к нам, нужна виза. Представляете, нужна виза. Хер два мы вас пропустим. И границы у нас серьезно защищены. И президент у нас самый лучший. Никому мы этого не отдадим, не продадим. Потому что русские люди, в том числе, которые живут на Донбассе, это самые лучшие люди. А сейчас три минутки леса без моей болтовни. Обнимаю вас и целую. Постараюсь идти как можно тише. И, возможно, если вам посчастливится, вы услышите пение птиц. Поехали. Спасибо. Спасибо. Поехали. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо вам за лайк. Спасибо вам за лайк. Очень приятно. Мы и погуляли, и поболтали, и подышали. Я надеюсь, что вы тоже дышали у экрана полной грудью. Добавил DimaTorzok 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 какая красота и какие-то отважные цветочки потому что растут они практически в камнях никто почву не удобряет и как красиво как красиво просто обалденно я помню у нас была черепаха кстати сейчас покажу окна своего дома где жила раньше вот в этом подъезде мы жили когда с мамой 16 с половиной лет мы жили сейчас покажу я жила вот на эту сторону смотрите 5 этаж три окна наших было 1 2 3 4 5 то вас были наши окна кухня зал и мамина комната спальня вот и прям пальцем показываю это наши окна так вот возвращаемся к одуванчиком смотрите радуйтесь и получайте положительные эмоции только что поговорила с ниной петровной тетериной моя учительница наш классный руководитель когда я выпускалась из школы сидит на лавочке женщина уже очень возрастная мне кажется нами даже не узнала я подошла сказала говорю я инна судакова школу закончила 9 классов 1997 году она такая ну а я вот видите там болею сижу на лавочке с какой-то женщина сидит и с неба болтала буквально пять минут с палочкой такая ходят ой осы осы первые цветы это одуванчики осы мне кажется даже слышно до кокосы уй мед будет скоро у нас до где солнышко там и одуванчики потому что одуванчики сами похожи на солнышко сами потому что они как солнышко вот так вот возвращаясь к ней петровне такая переживает я дурья в 97 закончила говорю вы у нас были классным руководителем не знаю поняла она не поняла хотя в принципе вот еще года два назад она меня вполне узнавала вполне узнавала мы с ней разговаривали и что-то видать с памятью с ее стало потому что в принципе меня один раз увидишь никогда больше не видать как-то херово себя чувствует видать видать я говорю здоровья вам с праздниками и пожар это поздравила но не стала уж так лезть в душу то что это некрасиво дети идут из школы в лесу уже так слышны были голоса у нас школа вот там школа и вот там школа лес ее соединяет там люди живут и там люди живут нас лес в черте города так я что хочу сказать у нас люди пользуются лесом чтобы сократить расстояние представляете какая классная возможности погулять и подышать и увидеть лес не у каждого такая возможность есть вот у тех кто живет в россии этого сплошь и рядом да потому что с огромные территории несметные богатства и россия лучшая страна я вам это говорила а где ключи у меня от дома где ключи вот они лучше от лучшего дома все люблю вас целую обнимаю